Здравствуйте, Украла Афсид Милы Немири. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетман». Мы очень рады, что сегодня Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, нашел возможность и время поговорить с нами. Игорь, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Игорь, сразу несколько интересных событий случилось на этой неделе. И вот буквально сегодня стало известно, что йеменские хусиды нанесли удар по грузовому судну в Оденском заливе. Два члена экипажа погибли. Им оказали помощь американцы и британцы. Это вот то, что стало известно сегодня. А перед этим появилась еще более значимая информация, которую все на себе почувствовали. Произошел глобальный сбой в работе социальных сетей. И, как сообщил гонконгский провайдер AGC Global Communication Limited, что перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Азия, Африка, Йороп. Один, который называется ААЕ-1. Три других поврежденных, да, и три других еще кабеля повреждены. И что это затрагивает 25% трафика. И говорят о том, что вот там, где повреждения, это находится именно в юрисдикции Йемена. Поэтому вот я так долго подвожу под то, что хусиды, похоже, совершенно комфортно себя чувствуют. А насколько комфортно? Почему и как тут могут развиваться события? Это вот, наверное, и хотелось бы с вами разобрать. Мы уже с вами в вашей передаче говорили по поводу того, чем чреват такой конфликт и возможные последствия его. И одно из важнейших условий успешности завершения этого конфликта и достижения поставленных целей, я имею в виду целей поставленных коалицией, это наземная операция. Но проблема заключается в том, что наземную операцию никто проводить не собирается. Наземная операция нуждается в совершенно других силах и средствах, и, соответственно, в другой логистике, в других задачах. Перед глазами опыт предыдущих наземных операций в Йемене, опыт в значительной степени негативный. И поэтому большая часть представителей коалиции, планирующих вот эту военную операцию, оно исходило из того, что достаточно ударов с воздуха, ударов, возможно, с моря по позициям Куситова. И это заставит их отказаться от своих планов нанесения ракетных ударов по Израилю и вообще, как бы, от планов контроля прохода судов в Красный море. То есть, сейчас мы видим, что эти расчеты оказались, как минимум, не до конца точными. Хуситы не отказываются от своих планов, они продолжают боевые действия, они расширяют круг, так скажем. И видно, что этот конфликт может затянуться на достаточно длительное время. И для того, чтобы обеспечить эффективный контроль судовходства этим регионам, необходимо в любом случае совершенно другие силы и средства. Вот, пожалуй, ситуация по состоянию сейчас. То есть, если вы помните, когда мы говорили еще только в начале этого конфликта, мы говорили о том, что достаточно ли вот этих ударов, одной серии ударов, второй серии ударов по Хуситову. Но, как вы видите, оказалось недостаточно. Оказалось, что эти удары не настолько эффективны, как предполагалось. И поэтому сейчас, конечно, перед коалицией стоят совершенно другие вопросы, другие задачи и необходим поиск каких-то новых решений. Ну, этих новых решений, скажем честно, не так много. То есть, того, что я перечислил, это, конечно, наземная операция, создание точек баз или уже непосредственно плацдармов на Йеменском берегу, взятие под контроль портов и так далее. Ну, это очень чревато, конечно, большими жертвами. В значительной степени жертвы среди военного контингента сил коалиции возрастут. И к этому точно американцы не готовы. Игорь, я помню, как мы еще с вами иронизировали по поводу того, что американцы попросили китайцев, чтобы те попросили Иран, чтобы те попросили Хуситов вести себя прилично. Вот мы очень в прошлый раз обсуждали эту связку. Теперь мы видим, что под обстрелы попадают и китайские корабли, и российские корабли. И в этом смысле вопрос, наверное, теперь уже можно поставить иначе. А можно ли с Хуситами, условно говоря, договориться? Ну, вот не наземная операция, а что-то совершенно такое гуманное. Возможно ли это, в принципе? Ну, я допускаю, что да. Тут, конечно же, можно легко сказать, что с ними договариваться бесполезно. Но, наверное, это будет выглядеть, с моей стороны, достаточно опрометчиво. И меня могут обвинить в колониализме. Я думаю, что тут можно договориться. Нужно, в общем, отталкиваться от причины войны. От причины того, почему Хуситы вступили в эту войну. Как вы помните, до 7 октября и до наземного вторжения израильских войск в Газу, Хуситы — это были очень маргинальная группа. Ну, маргинальная в каком смысле? То есть, она не занимала, достаточно давно не занимала первых страниц газет. Процесс постепенно там происходил, и они теряли позиции, они теряли, собственно, ресурсы. И американская политика была направлена на то, чтобы не допустить разжигания конфликта, то есть, возобновление конфликта. И в целом была направлена на достижение договоренности между различными фракциями Емельского общества, ну и, соответственно, между Саудовской Аравией и Хуситой. А после войны, после начала войны, после того, как Хуситы вступили в войну, объявив войну Израилю, не забывайте, мы тоже очень многие иронизировали по этому поводу, что, мол, кто такие Хуситы, и они находятся далеко. Да, они действительно не могут эффективно поражать территорию Израиля, это верно. То есть, достаточное количество сил и средств находится и в Израиле, и в районах, прилегающих к израильской территории, которые могут эффективно сбивать подобные ракеты, там, баллистические ракеты, которые Хуситы пытались запустить на Израиль. Но оказалось, что есть вот другая Ахиллесовая пята, Красное море, и здесь они оказались более эффективными. Для этого не нужно быть симпиадией в Албуре, чтобы понять, что такой вариант развития событий возможен. И очевидно, что это все взаимосвязано. И вот сейчас Хуситы, откровенно говоря, являются достаточно узнаваемой организацией в арабском мире. Ну, и во всем мире, конечно. Но в арабском мире авторитет Хуситов значительно вырос. Это одно из немногих арабских движений, арабских стран, если мы говорим о Йемене, поскольку Хуситы контролируют столицу, которые бросили вызов американцам, империализму, ну, и так далее. Называйте это перечень эпитетов очень большой. И преуспели, достаточно преуспели. То есть это показывает, опять-таки, с одной стороны, слабость той политики, которая проводится американцами и другими. То есть она политика, которая предполагает сдерживать. Но, с другой стороны, это все произрастает оттуда, с арабо-израильского конфликта. Поэтому без решения арабо-израильского конфликта это невозможно. А тут мы как раз видим, что, в общем-то, никто не собирается его решать. Курс израильтян, Израиля, на Таньяху, это силовой курс. Полного уничтожения, полного подчинения, полного доминирования. В этих условиях предположить, что конфликт быстро разрешится, ну, практически невозможно. Тем более, что основной источник ресурсов, тот же самый Иран, он остается эффективным. Его никто не трогает и не будет трогать. Его побаивается трогать. Поэтому, увы, сейчас мы оказываемся в ситуации, когда все практически становятся заложниками политики на Таньяху. Причем политики, которая началась не 7 ноября, а началась намного раньше. И она, собственно, подвела во многом к тому, что произошло 7 ноября, последующие месяцы и так далее. Игорь, а позвольте немножко вернуться вот к той политике, которую вы сейчас вспомнили. Потому что из того, что сейчас вот нам много же новостей, и своих у нас в Украине новостей много, и мы уже, честно говоря, и подзабыли, какой же была политика на Таньяху. Мы только помним то, что сделал Хамас, и считаем очень справедливым ответить за то, что он сделал. Но вы сейчас вспомнили политику на Таньяху. Давайте немного к ней вернемся, потому что, честно говоря, подзабылась немного уже эта политика на Таньяху и эти корни. А это ведь интересно на самом деле. Да, конечно, это интересно. Давайте начнем, наверное, от печки. Ключевой пункт всего этого ближневосточного конфликта, это, конечно же, to stay solution, разделение территории исторической Палестины на два государства. И в конечном итоге были подписаны соглашения ОСЛА в начале 90-х годов, ближе к середине, которые предусматривали, что палестинское государство будет создано на территориях, в границах 67-го года. Предполагалось, что есть несколько пунктов, которые можно достичь только путем прямых переговоров между сторонами. На этом настаивал Израиль, это его право. И, собственно, палестинцы согласились с этим. Американцы модерировали этот процесс. И там наиболее сложные, там и беженцы, и границы, и Иерусалим, и масса других вещей, которые контролят воды, и контроль внешних границ, масса. Этот процесс, соответственно, развивался динамично первые несколько лет. Потом был убит Исхакрабин, премьер-израильский премьер-министр, ульдоправым израильским поселителям, политикам, активистам. И после этого к власти приходит Бенебин Атаньягу, первый раз, он приходит в 96-м году. И с этого времени начинается торпедирование мирного процесса. То есть, они, у Бенебина Атаньягу ключевая идея, которую он представляет своим избирателям, это не допустить, в общем, как бы создание государства палестинского. Там есть свои аргументы и вопросы безопасности, причем бедохон это такой, которым объясняется все. То есть, вопросы безопасности объясняется вся политика Израиль. Она имеет право на существование, есть травматический опыт, есть масса других вещей, которые так или иначе, конечно, влияют на эту политику. Но вот торпедирование этого процесса, оно происходит, в общем, как бы регулярно. В конечном итоге это все приводит к тому, что Натаньягу идет, возвращаются вроде бы левые, начинаются переговоры. И, собственно, возникает масса возможных комбинаций, как решать эти проблемы, переговоры продолжаются. Есть масса карт, которые якобы то ли парафированы, то ли рассматривались сторонами. Ни одна из этих карт, это не финальная карта, но, тем не менее, стороны приближались к какому-то процессу, но задача правых была торпедировать этот процесс. Собственно, одно из таких вот обстоятельств, это была антифата Алякса, когда Ариэль Шарон вместе с группой своих сторонников ультраправых поднялся на Храмовую гору в мечеть Алякса, если так говорить. То есть, есть эта дискуссия по поводу этой мечети и этой территории в Израиле, потому что там часть ортодоксальных иудеев считает, что эта территория, там, где был храм, соответственно, запрещена к посещению. А часть таких вот религиозных сионистов, которые потом появились как религиозные сионисты, то есть Бен Гвир, Смотрич и прочие политики в Израиле, они, в общем, как бы ставят перед задачей восстановления. То есть, разрушение Алякса и восстановление храма на этой территории. И вот тогда появление, значит, соответственно, появление Тагария Лешарона на этой территории, это произвело эффект взрыва бомбы и, соответственно, началось антифата Алякса, потому что палестинцы оценили это как покужение на одну из самых больших святых палестинских. С этого времени, собственно, вот эти религиозные сионисты, они регулярно, особенно в последнее время второго возвращения на Таньягу, приходы, большого прихода на Таньягу власти в 2012 году, они вот регулярно осуществляют вот такие приходы в Аляксу. В некоторых случаях они даже там осуществляют жертвоприношения. И, собственно, каждый их приход с участием полиции, с разгоном палестинцев, соответственно, приводит к большим столкновениям в Иерусалиме. И вопрос Аляксы во многом был связан, пусть, скажем, не до конца очевидно, но был связан с требованиями Хамаса. Потому что в течение, особенно в течение последних нескольких лет, вот это приобрело такой очень регулярный характер. Штурмы, Аляксы, приход вот этих религиозных сионистов и так далее. Параллельно с этим израильтяне продолжали строить поселения на западном берегу, реки Ордана, и, соответственно, рассчитывали максимально расчленить палестинскую территорию для того, чтобы не допустить вообще создания континуума территориального. Количество израильтян, которые жили на этой территории, в разы увеличилось по сравнению с, там, в 94-м годом, там было где-то порядка 250 тысяч, там, сейчас 700 и так далее. Они все, для них все построены отдельные дороги. Ну, я уже молчу о заборе, который построили израильтяне, стену, да, стена, которая протянулась вдоль всего. Значительной территории западного берега, по палестинской территории, то есть по территории, которая находится за Кавьяроком, зеленой линией. Вот. И в 12-м году, я упускаю здесь вот всякие попытки все-таки договориться, в 12-м году приходят на Цаньягу, и его курс один, четкий, понятный, не допустить создания палестинского суда. Для того, чтобы это сделать, необходимо найти очень понятное, аргументированное утверждение по поводу того, что у израильтян нет партнера. Палестинская автономия там слабая, корруппированная, соответственно, не способная контролировать своих боевиков. И вот нет такой, есть Хамас, который находится в секторе газа, есть палестинская автономия, которая находится на западном берегу. И это все, конечно же, дает основания на Цаньягу утверждать, что нет партнеров. Поэтому Хамас им был крайне выгоден. Всякие попытки примирения между Хамасом и Фатхом, между Хамасом и Организацией освобождения Палестины, они торпедировались. Потому что Натаньягу, член своего кабинета, говорил о том, что мы не должны допустить палестинского государства, поэтому нам нужен Хамас. Просчет, и в принципе это работало, это работало достаточно эффективно. Опять-таки я тут не буду для экономии премии рассказать о том, как финансировался Хамас, как без разрешения Израиля, как вы понимаете, просто это невозможно. То есть эти деньги не попали бы просто в сектор газа. Но я тут остановлюсь только на последнем, когда, собственно, уже... А в чем просчет был? Просчет был в том, что израильтяне предположили, что в этих условиях Хамас не будет осуществлять никаких военных операций. То есть... Вот это был главный просчет Натаньягу. И основные усилия военные, связанные с вопросом безопасности, они бросили на Западный берег. Именно тогда, собственно, новое правительство, которое пришло к власти, в его составе появляются вот эти печально известные Смотрич, Бенгавир и другие политики, которые исповедуют ультраправые политические взгляды, которые в значительной степени очень близкие к нацистским взглядам. И именно их основная задача – это обеспечить контроль, безопасность поселения на Западном берегу и расширение этих поселений. А вторая задача – это, как известно, судебная реформа. Мы знаем, вокруг этой судебной реформы точно так же. Главная задача – это не допустить, опять-таки, в будущем возможности отмены решений правительства, которые могут противоречить здравому смыслу. Я не говорю о чем-то другом. Вот. То есть вот такая история. Соответственно, Хамас тоже мне был заинтересован в мирном процессе. Они никогда особо его не поддержали. Более того, они всегда выступали против этого. И вот интересы, такие сиюминутные интересы сторон, они совпадали. Ну и, собственно, случилось то, что случилось. Основная масса войск была перемещена на Западный берег. И оказалось, что та система безопасности вокруг сектора ГАЗа, которой израильтяне много хвалились. Собственно, я сам был там в этом районе, нам показывали эти все системы безопасности, которые сказали, мыши не проскочат. Ну, не сработает. Вот, собственно, вся история. Игорь, американцы очень активно сейчас вовлечены в процесс урегулирования и попытки решить этот вопрос. Мы видим, как Блинкин неоднократно летает в этот регион. Но вот после всех праймерис, которые состоялись в Америке, теперь становится очевидным, что Трамп может снова стать американским президентом. А мы знаем, что у Трампа особое отношение во всей этой истории. Вот, если можно, немножко вот ваши прогнозы. Очевидно, наверное, для Байдена было бы важно во время выборов каким-то образом сейчас стабилизировать эту ситуацию. Но, наверное, не просто стабилизировать, а добиться какого-то успеха. И я не знаю, возможно ли это. И немного о потенциальном приходе Трампа и значении для этого региона. Я думаю, что это достичь будет крайне сложно. Крайне сложно, потому что есть общественное мнение израильское, но склоняется именно к более жестким. То есть отказ от вообще мирного процесса, контроль территории, доминирование и так далее. То есть это вот основные такие месседжи, темы, идеи, которые сейчас популярны в израильском обществе. Это не факт, что это не изменится. Израильское общество достаточно быстро меняет свою точку зрения. Но пока это сейчас. И это в значительной степени усиливает позицию на Танягу. Если бы выборы произошли сейчас, условно говоря, вполне возможно... На Танягу бы сам, может быть, непосредственно проиграл. Но ультраправые выиграли бы. То есть они бы даже усилились. Вот местные выборы, они об этом свидетельствуют. Результаты местных выборов израильных. Поэтому ничего там хорошего, в общем, с точки зрения мирного процесса и возможности урегулирования, нахождения каких-то там... Ну, в данной ситуации даже никто не говорит о каком-то мирном процессе. В данной ситуации действительно все говорят о деэскалации, возможности деэскалации. Поиска какого-то решения, которое позволит вообще как бы двигаться дальше. Не заходить в этот вухой код. А на Танягу пока к этому не гадал. Он рассчитывает выждать. Он рассчитывает подождать, кто выиграет. Потому что если выиграет Трамп, то, соответственно, он получит карт-бланш. Ну и он рассчитывает, по крайней мере. Ну, с учетом того, что отношения с республиканцами у израильтян традиционно лучше, чем с демократами. Ну и, соответственно, сама роль личности, роль Трампа играет важную роль. Трамп, как вы знаете, принял несколько достаточно экстравагантных, скажем так, решений. Он признал аннексию голландских высот. Он признал Иерусалим столицей Израиля. И это, конечно, и перенес посольство. И это нарушение всех договоренностей, которые были достигнуты когда-то Соединенных Штатов Америки. И их роли вообще в этом всем процессе. Поэтому не исключены какие-то другие решения. Ну, экстравагантные, это так мягко говоря. Которые, в общем, по большому счету, ничего хорошего не принесут. Да, можно, конечно, исходить из того, что силой нужно заставлять противоположную сторону, соответственно, поступать так, как нужно. Но вопрос силы, это всегда вопрос... Сегодня ты сильный, завтра нет. Вот, обратите внимание, как только Израиль, в результате попыток этой судебной реформы ослаб, системно внутренние политические процессы начали развиваться негативно, сразу появляются угрозы. То есть, условно говоря, ультраправые предлагают решение. Давайте постоянно иметь вот эти угрозы, то есть постоянную угрозу. И благодаря этому мы будем сильными. Вот так не бывает. То есть, через какое-то время общество устает от этого, оно пытается, значит, опять-таки искать какие-то решения, в результате чего, значит, маятник идет в другую сторону. Но уже на намного худших условиях. Вообще, как бы. То есть, если сейчас... Все это чревато, все это чревато для Ближнего Востока, даже если сейчас, как бы, Трамп сможет кого-то там задавить, придушить. Ну, сможет ли? С учетом всего, а что, у Трампа волшебная палочка? Он что, может волшебной палочкой решить все проблемы Ближнего Востока? Решить проблему Ирана? Решить проблему Хуцитов? Да нет. Это же не так. То есть, политической волей вы тоже тут все не решите. Политическая воля – это то, что мы видели в свое время во Вьетнаме. И то. Ну, чем это закончилось? То есть, а перед глазами зачем далеко ходить? Зачем Ливан? Перед глазами Ирак. Перед глазами, в общем, как бы ситуация Афганистана. Кто, как ни Трамп, вообще, как говорится, делал все возможное для того, чтобы подписать соглашение в Дохе и вывести войска? Это же он подписал соглашение. Бросил своих союзников, бросил это афганское правительство, бросил всех. Пожалуйста. Ну, вот, собственно, и это при условии разговора о том, что наши внутренние вопросы безопасности сейчас важнее всего. Да, мы слышим всех этих магистов с утра до вечера. Граница, граница, граница. Ну, то есть, другими словами, если Биби рассчитывает, что таким образом он сможет ухватить Бога за бороду, то нет, он не сможет. Потому что на еще одном кругу они получат, в общем, как бы еще больший конфликт. Еще большими жертвами. Оно с меньшим уже поддерживает. Если говорить о волшебной палочке, то можно ли к такой частично волшебной палочке относить помощь, которую Америка никак не может согласовать для Израиля так же, как для Украины? Считаете ли вы это тоже элементом какого-то влияния и давления? Или это можно вынести за скобки? И все это, собственно говоря, объяснить проблемами внутриполитическими американскими? Не, ну, несомненно, это все внутриполитические американские проблемы. Мы понимаем это все, следим в течение длительного времени. Я думаю, что здесь даже как бы нет никаких проблем. А проблема в другом. Проблема в том, что эти деньги или эти ресурсы израильтянам необходимы не для введения войны в Гази, ну, может быть, для поддержания штанов, немножко экономики, чтобы не допустить каких-то негативных последствий, а для войны в Ливане. И обратите внимание, как и израильский ультиматум плавно уже перенесен на конец весны. Начало войны в Ливане. Ну, это в значительной степени связано с деньгами американскими. То есть, без этих денег они нет, они не в состоянии, соответственно, воевать эффективно против Хизбаллы и против Ирана. Если перевернуть вопрос в другую сторону и сказать, что если бы не было проблем на южной границе Америки, то расценивалось бы вот это не голосование за помощь как попытку давления на Израиль? Я думаю, тогда бы не просто были бы голосования разными пакетами. То есть, вообще, как бы идея просто пакета, она же возникла тоже ситуативно в связи с этими обстоятельствами. То есть, давайте запихнем весь сыр в один вареник, и, соответственно, тогда будем что-то делать. Ну, такое дело. Игорь, есть страны, в которых выборы, наверное, до первых взгляд не имеют уже какого-то важного значения, но если присмотреться, наверное, имеют. Поэтому вот выборы в парламент Ирана и в Совет экспертов, то есть такой консультативный орган при руководителе Ирана, прошли недавно, 1 марта, в Иране. И, я так понимаю, была очень низкая явка, хотя я посмотрела, это не новое для Ирана. Но, тем не менее, считаете ли вы, что эти выборы важны, что результаты этих выборов важны? И вот этот Совет, который избирали, я так понимаю, что он теперь будет выбирать, ну, я не знаю, формально или так, он и действительно будет выбирать главу, собственно говоря, Ирана. Насколько все это важно? Насколько нам нужно обратить на это внимание? Ну, это важно для того, чтобы понимать вообще, какие ветры дуют там. То есть, кто, собственно, сейчас может в будущем прийти к власти, и какие политические силы, вот, несмотря на все наше представление об Иране, что это такая исламская автократия, там, конечно, это, там действуют элементы республики. То есть, если ты в рамках, условно говоря, исламской доктрины не будешь выходить за рамки принципов, предложенных в свое время Хамейни, то, по большому счету, дальше могут быть различия в взглядах на внутреннее обустройство, политические какие-то, внешние действия и так далее. Поэтому это важно, это важно, но я бы не стал переоценивать с точки зрения там их существенного влияния. Сейчас я не вижу пока усиления каких-то альтернативных групп, сил, которые могут. На фоне войны, на фоне вот этих всех картинки, информационной картинки, и, соответственно, информационной повестки дня, извините, практически ожидать изменений просто невозможно. То есть, ей можно только ожидать усиления, в общем, как бы, таких авторитарных тенденций. Авторитаризма и, соответственно, усиления корпуса стражи и исламской революции. Поэтому здесь особых изменений и ожиданий нет. Игорь, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это признательно. Спасибо. Игорь Семиволос был сегодня гостем, за что мы ему очень признательны. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами.